Из-за гона оленей еще не выпустили и вести себя нужно предельно тихо, чтобы животные не испугались. Но стоит заметить, что благодаря плодотворной работе экологической программы Каспийского трубопроводного консорциума «Сохраним природу родного окрая» теперь популяция пятнистых оленей на территории заказника «Русский лес» будет только расти. Это не первое переселение рогатых в текущем году. В феврале 12 благородных оленей отправились на постоянное место жительства в заказник предгорного района. И вот в окрестностях Ставрополя осваиваются на новом месте уже оленей пятнистые. На свободу выпустили 11 особей. Все это часть программы «Сохраним природу родного окрая». Одна из ее задач – воспитать бережное отношение к природе у подрастающего поколения. Вот и сейчас за новосельем оленей наблюдают ученики и дошкольники. Они победители специального творческого конкурса. Рогатых животных они рисовали, снимали на фото и видео. Авторов лучших работ наградили в зале Ставропольского аграрного университета. Вообще-то, к этому моменту происшествовала, наверное, громадная, серьезнейшая работа в течение нескольких лет, особенности по прошлому году. Мы вместе с вами были не только участниками этого процесса, но и действующими лицами. Когда президент Российской Федерации принял указ о том, что именно 17-й год у нас был годом экологии. Все призеры отличились особым творческим подходом в создании своих работ. Некоторые трудились целыми командами, как, например, воспитанники детского сада номер 53 «Истоки» Краевого центра. Прежде всего, я рада, что мы прикоснулись вместе с детьми к этому, то, что дети узнали, что вообще есть такая проблема у нас, то есть, насколько она масштабна, вот, что поучаствовали в силу своего возраста, какие-то проблемы с этими, чем мы, дошкольники, можем помочь природе, держать елочки, беречь, вот, сохранять нашу окружающую среду. За прошедший год экологии сделано действительно много, но Каспийский трубопроводный консорциум не собирается останавливаться на достигнутом. Впереди много новых планов, благотворительных программ и проектов. Мы в этом году должны закончить строительство детской поликлиники в Забилинском районе, и мы в этом году покупаем много медицинского оборудования для различных учреждений здравоохранения Края. Ну, естественно, традиционные наши – это первоклашка, и это новогодние, конечно, программы традиционные. Продолжится в этом году работа с детьми наименее защищенных групп населения, а также подготовка юношеской команды региона к участию во всероссийских соревнованиях по пожарно-прикладному виду спорта. Александр Бакалюк, Андрей Ценко, Ставропольское телевидение.